Этим столам осталось стоять здесь недолго. Шахматный клуб выселяют из здания на Гоголя 42. В ноябре сюда пришла комиссия, которая признала строение аварийным. У нас прошли все сроки. Мы 31 марта должны были освободить клуб. Сегодня нам просто сказали, что не будет подано отопление. Мы понимаем, что до конца сентября это крайний вариант, когда мы можем здесь находиться. Честно, хотелось бы, конечно, остаться здесь, потому что здесь столько лет мы уже, можно сказать, живем, играем, столько турниров проводят, и это место стало родным. Кстати, находятся они здесь с 2013 года. Тут же регулярно проводили чемпионаты регионального, окружного и всероссийского уровней. Клуб высоко оценивали известные спортсмены. Еще год назад алтайским шахматистам обещали капитально отремонтировать их дом. И в Федерации ремонт очень ждали. Стулья, вот видите, с подлоконниками, но это вот все, что нужно для комфортной игры. Микроклимат создан, ремонт есть, столы, электронные доски, стулья, все завершенные материалы. Мы не выставляем эти стулья только потому, что мы ждали, что будет ремонт, мы не хотели их подставлять. Сейчас мы вообще ждем, а куда же, куда, если выставлять, то куда. Желательно, конечно, и поближе к центру, ну и здание должно быть соответствующее. То есть и помещение, то есть и для занятия с ребятами, ну тренерская работа и проведение турнира. Решение о сносе здания показалось шахматистам странным еще и потому, что строение, в котором они находятся, имеет вековую историю. Это усадьба купца Полякова. Здесь располагалась овчинно-меховая фабрика, склады, конюшни, жилой дом. Постройки эти вот в комплексе представляют большую историческую ценность. У нас, в общем-то, усадеб полностью сохранившихся, купеческих усадеб, ну полностью или почти полностью сохранившихся, да, в общем-то, кроме этого-то и нет. В старых списках объектов культурного наследия, еще 2000-х годов, начало 2000-х, там значилась усадьба Полякова именно как комплекс зданий. То есть там было их несколько. В актуальном списке этих зданий уже нет. И момент, когда строение потеряло историческую ценность, остался для всех загадкой. По данным источников, освободить здание попросили не только Федерацию шахмат. Федерация Большого тенниса еще до пандемии получила письмо с просьбой переехать из центра. А между тем нам стало известно, что шахматному клубу уже нашли новый дом. Более 600 квадратов в центре города. Мы знаем, что это за здание, но собственник почему-то запретил раскрывать его адрес. Известно только, что для шахматистов сделают ремонт уже к концу сентября. Договор аренды планируют заключить сразу на 5 лет. Платить за аренду помещение будет Министерство спорта. А в этом здании шахматисты располагались бесплатно. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.